Миру моды, Парижу, миру моды, и Иннекия жила три года в Париже, и именно впечатления, ее романтические какие-то события вдохновили ее по возвращению в Сан-Франциско, вдохновили ее на создание этого аромата. В чем уникальность этого аромата? Сочетание цитруса, табака и почули. Очень красивый аромат, опять-таки аромат с великолепным характером, сильным характером, и предлагать его надо людям, которые уверены в себе и которые бы могли его подать, потому что аромат настолько необычно ведет себя на коже, он, что говорят, начинает также разогреваться и набирать обороты. То есть то нежное звучание цитруса, которое вы услышите в верхних нотах, оно абсолютно ни о чем не говорит. При нанесении аромата на кожу, аромат просто, вы будете просто благоухать. Очень красиво, как на женской коже, кто ищет такие цитрусово-древесные, без сладости, без нот фруктов, без компота. Ну вот, как говорят, компотные ароматы, которые больше содержат цветочно-фруктовых нот, даже фрукты. А это именно дерзость, это аромат, который сочетает в себе легкий табак, листья табака, цитрус и почули. А почули потом поговорим отдельно, когда будем... Я вообще очень французская душонка. Я французский учила с самого детства, хорошо говорю. То есть для меня Франция и Париж, это вот то, о чем я всегда мечтала, куда я ездила, не знаю, с 30 очень много раз. То есть я в Париж, он у меня свой, мои тропинки, мои ароматы. И когда я увидела это название, я была заинтегована. Он действительно пахнет Парижем. Вот так вот пахнет блужданием по маленьким кулашкам Парижа. И чекал, но не проплежит. Честное слово, насколько... Настолько этот аромат меня удивил тем, что он действительно, этот аромат Парижа. Откроем, давайте откроем. Так что тот, кто в Париже попал, я думаю, вы слышите знакомые нотки. Идем дальше. Следующий аромат Гилден Лили посвящен лилии. Это аромат, который создан для прекрасных женщин, которые всегда выделяются из толпы и уверены в своей красоте. То есть лилия здесь идет именно на первом плане. Цветочный шипр. Аромат очень необычный. И в принципе его надо как предлагать? Его надо предлагать для знакомства, для разнашивания. То есть если человек заинтересовал, именно этот аромат не наносите на блотер. Наносите сразу на кожу. Потому что сколько было тренингов, и вот распыляли этот аромат на кожу, он настолько индивидуален, настолько по-разному звучит. Цветочный шипр. То есть в верхних нотах у нас идет бергамот, грейпфрут, ноты ананаса. Лилия в ноте сердца. И в базовой ноте лист пачули, амбра и дубовый мох. Но это правда то, что он совершенно иначе? Потому что на моей коже, например, он звучит холодным дымом. Он абсолютно разный. Вот если будет настроение, я не знаю, потом может быть, когда какие-то вялки будут или пробники, избавиться от парфюмерной нагрузки данного тренинга, и просто наедине так вот выделить деньги для этого аромата и поносить очень хороший, очень такой самодостаточный. И, скажем так, аромат вот мега индивидуальный. То есть никогда не скажешь, что на вас. Вот действительно, когда вы станете одним целым с этим ароматом. А можно я открою один аромат окно и закрою за следующим ароматом? Да, это унисекс. На мужской коже он тоже великолепно звучит. Да, вот на самом деле, вот я сейчас раздавала разместного плотера, они не пахнут тем, чем они обычно на поле пахнуты. Аромат просто попробовать. Она очень красивая. Я знаю. И на закуску мой любимый аромат в этой коллекции. Это аромат, который называется парниковый цветок. Hot House Flower. Парниковый цветок. И ассоциируется он именно с женщиной, которая вот в преддверии весны, вот у каждой женщины есть такое настроение, опять-таки, когда тает снег, и уже хочется снять с себя зимнюю одежду, обновить гардероб, надеть что-то новое, и вот обновление вот всего, желание быть, ну, любимой, или чтобы в жизни произошло какое-то романтическое приключение, обновить гардероб, освежить мысли. И вот женщина, возрождение женщины к жизни после зимы, вот эта концепция заключена в аромате парниковый цветок. Основным компонентом в этом аромате является сливочное гарденье, то есть аромат построен, ну, доминирующая нота, это сливочное гарденье. Как это сливочное гарденье? Ну, Андрюша, гарденье с добавлением сливок. Я же не знаю, как. Что хотел сказать парфюмер. Это к инеке все, что она хотела сказать. В верхних нотах зеленый чай кипарис, сливочное гарденье, гальбанум, это природная смола, инжир, алибанум, то есть два мощнейших резиноидов в ноте сердца, которые раскрывают, подчеркивают красоту гарденья и дают ей глубокое звучание. И в базовой ноте мускусные ноты и дерево гаяк. Я, кстати, еще хотела сказать по поводу начитанности инеке. Она действительно по-европейски образована. То есть американцы, есть у них тенденция к какому-то более поверхностному такому обучению. Инеке, она много знает литературу в том числе, потому что она выпустила еще одну коллекцию библиотечную. Одесса продала все, все вопросы к ним. Все, что у нас было, продала Одесса. И там тоже какие-то Шекспиры, да, что-то там такое. Но коллекция, да, но там 15 миллилитров было, и люди брали, даже Жасмин, по-моему, второй раз хотели повторить, но уже не было. Ты же начинаешь рассказывать, люди шокят, маят, маят. Ну, Жасмин, да, мы тоже подаем, как бы, как... Мы идем с вами в Италию дальше. У нас такое путешествие Франция, Америка, Италия. Лоренцо Виларези — это наш фаворит, это наш большой любимчик. Мы относимся с невероятным трепетом и с невероятным уважением к этому мастеру. Это творец, это философ. О Виларези можно говорить часами. Если позвать нашего шефа, мы будем здесь сидеть до вечера и говорить о Виларези. В двух словах рассказать невозможно о человеке, о таланте, о той значимости в истории парфюмерии, которую Лоренцо Виларези собой представляет. Но вот в нескольких словах. В этом году они наконец-то открыли парфюмерный бутик Лоренцо Виларези. Сейчас я вам покажу видео. И там же рядом они планируют, они работают над тем, чтобы открыть первую парфюмерную школу во Флоренции. Для этого, например, люди не просто там подготавливают залы, они высадили сад парфюмерных растений. То есть то, что используется в парфюмерии, у них есть вот в зеленом саду. Мы с Андреем были, у нас есть видео, сейчас мы быстренько вам его покажем. Мы наснимали очень много полезной информации, мы ее как-нибудь как-то соберем со временем, обязательно вам покажем. Лоренцо Виларези совершенно невероятно, огромный талант. У него, ну не знаю, я им восхищаюсь. Я думаю, что, как и все, сейчас я попробую показать. Ой, 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 опять я не то сделала. Я не то сделала. Что ты сделала? А я включила компьютер. Да, включи ее. Включи ее. Позови Адрик. Позови Адрик. Я хочу нажать Escape, но на этом компьютере кнопка выключения рядом. Я хочу сказать, ароматы Виларези это не коммерция, поэтому ни в коем случае я вам не заставляю. Мы просто в Закуме. У него своеобразный... Он делает то, что он хочет, а не то, что он требует вину. Если есть ледческие ароматы, которые в тренде, постоянно там гонятся за... Ну, есть там Кудовы, вот этот вот, вот Гурманики. Ну, это 2016-я выставка по Флоренции. Сейчас Гурманика. Это печенька, молочко, ну, вот такое, шоколад. Хотя, вот прям, в Монтале были очень хорошие свечи к виде шоколада. Я понюхал, это у меня... Ревнивый шоколад, ну, ревнивый шоколад. Ревнивый шоколад, все его знают. Жена просто от него балдеет, ну, поэтому... Для меня это так. Утром шли дома и выпустили свечи. У нас я не видел, есть ли свечи вообще Монталевские, но свечи просто бомба. Я понюхал, они еще такого шоколадного цвета, но просто хочется съесть ее, достать и съесть, и обнять, и плакать вместе от счастья. Да, и поэтому, как бы, ароматы все очень интересные. Это уже для зрелых людей, которые уже хотят некоммерции, а самовыражения. Чтобы вы не пугались, уже многие сразу можете сносить. Статистика продажи этих ароматов. Есть, ну, сейчас я вам ничего не буду предоставить. Не надо, ну, я вам... Нет, она у нас есть. У нас есть сейчас статистика. Вы вам сейчас не статистику, мы за вами не... Нет, в том плане, в том плане, что вы его оппозиционируете, как это все-таки индивидуальный, некоммерческий брейд, правильно? Да. Поэтому, насколько в Украине он оценен, нами, предпринимателей? Настолько вы готовы работать, не с мандалем, вот. Ну да. Настолько... Стали очень интересные. Нет, нет, настолько оценены все ароматы вообще, все остальные. Просто есть ваши клиенты, и как вы с ними работаете. У нас нет оценки ароматов. Мы считаем, что именно в Беларезе он это. Это мое мнение. Просто это как индивидуальное... Это вы сами должны для себя решить то, что ваш. Вот так. Мы вам не рекомендуем конкретно. Мы говорим, что есть бестселеры, есть там не бестселеры. А каждый человек находит в себе что-то, что он хочет. Клиент ваш. У каждого магазина есть свои клиенты. Клиенты... Нет клиентов в магазинах, конкретно. Но есть клиенты, которые у вас любят. Либо вас, либо ваш продукцию, либо ваш концепт, либо ваш магазин. И они все равно к вам обращают, либо ваши кормильцы. Поэтому, как вы преподнесете какую-то концепцию, либо бренда, либо аромат, вы поедете уже до меньшего. Поэтому все надо пробовать, постирывать, носить и любить. Верить надо. Если вы верите в аромат и в брендах... Мы с этим возвращаемся к госу Астаси. Он продается. Я вам... Вы можете для него обращаться, я вам все предоставлю. Существует... Да. Можете не спрашивать больше, но я все сделаю. Просто вы напишите нам запросы, потому что вам понравилось. Мы вам вышли в диалог, вы поюхайте, подумайте. Месяц, второй, пожалеете. У меня первое касание не когда-либо. Минимум пять касаний. И плюс еще, если заплазал, что эта маечка приезжает и 9-й тренинг проводит на дочке. Все. По-другому нет, не вопрос. А если будут продавцы мычать, то вы не продадите. Вы заморозите деньги. И потом будете думать, а где же мои деньги продадут? Здрасте. Ну, колесенька. Ты нажала, как это, ну, как мне говорят. Ну, повесились здесь. В периодически. Еще раз. Давайте, наверное, на другую тему поговорим. Давай. Велорези, мы сапожем. Пока Лоренцо будет воскрешать. А где Камусураби есть? Велоренцо, да, давайте начнем. Давайте сейчас. Да, давайте начнем, а дотлачу на компьютер. Вот. Лоренцо Велорези, он во многом новато. Он многие вещи делает так, как ему кажется правильным. И потом, оказывается, вот то, что мне, например, выглядит просто интересно, красиво и непривычно, у Лоренцо Велорези это обоснованно. Например, форма бутылочки, мы спрашивали, он говорит, это идеальная природная форма, да. Это самая, считается, природная форма самая крепкая. То есть члены соты, дерево в разрезе. Это все имеет форму шестигранника. И вот куда ни коснись, Лоренцо Велорези именно такой подход. То есть он фундаментально работает и очень многие вещи, мы много с ним общаемся. И каждый раз что-то новое он нам рассказывает, мы передаем. И вот последний раз мы говорили, например, о флаконах. Они открыли новый магазин, он невероятно красивый, он мраморный, с фресками на стенах, с мебелью, продуманный. Ну то есть вот чем он интересен? Он делает все вот на века, вот так, чтобы это было всегда, чтобы это всегда было востребовано и понятно даже нам, насколько это возможно. Давайте пойдем тогда по ароматам, мы починим компьютер, к которому я пошла, а мы покажем вам видео. Да, и что характерно для Лоренцо, это интеллектуальность его ароматов. То есть ароматы, обсловы группы, то есть вообще их нельзя привязать ни к чему. То есть это ароматы, в принципе, не гламур, не повседневные. Это ароматы, которые созданы были для того, чтобы понять красоту мира. Это ароматы вне времени. Это ароматы, которые могут перенести вас в любую точку земного шара и насладиться теми оттенками, теми ингредиентами, которые представлены в данной стране. То есть это коллекции, это коллажи, которые собраны с разных уголков земного шара. И кто любит Лоренцо, это люди, которые много путешествуют, которые действительно знают, что, как пахнет. И как ни странно повара, которые знают все специи, которые помешаны, вот гурманы такие, которые помешаны именно на вкусной еде, на каких-то сочетаниях необычных. Вот. И эти люди, они просто, кроме Лоренцо, вот у нас лично ничего не покупают. То есть у нас есть клиенты, которые говорят, они сразу идут в отдел Лоренцо, когда мы пытаемся что-то показать. Другой говорит, лучше Лоренцо вообще нет ничего. То есть это группа, определенная группа людей. Вот. Коллекция визуально, ну так, условно делится на две группы. Это фантазийные ароматы и классика. Классика вся в темно-синих флаконах, но фантазийные ароматы разноплановые. И первый аромат, который мы будем рассматривать, это аламут. Вот. Очень сочный у него такой цвет. Теплый чувственный аромат связан с путешествием на Восток, со сказками Шахризады. Аромат обладает обволакивающим, окутывающим звучанием. Представлен в трех концентрациях. То есть есть духи, есть духи в масле, есть парфюмированная вода и туалетная. То есть, и отличие, то есть, если сейчас мы будем туалетную воду рассматривать, то в духах это просто что-то невероятное. Духи 30 мл, сплэш, ну, сплэш вариант. Ну, то у меня, я сейчас пользуюсь, ну, правда, духами в масле, аламут. Для меня вот в туалетной воде очень яркие. Вот. Все-таки первое, я пытаюсь от него немножко уйти, поэтому духи как раз мой вариант. Я его перестаю слышать через пять минут. Это ужасно обидно. Я его даже на руке не слышу вот там. При этом мой муж слышит через сутки. Говорит, о, это опять в твоих руках. Я его не слышу вообще, мне обидно до невозможности. Вот я сейчас, мне интересно, я услышу, на блоге или нет. Потому что аромат потрясающий, его слышно. И, как любые духи в масле, он разогревается на коже. То есть я утром нанеся на себя аромат, вечером иду на танцы, и начинаю. То есть немножко вдруг я слышу какие-то ноты, муж слышит. И до вечера, пока мы танцуем, он слышит. Они, конечно, настолько стойкие. Аромат, во-первых, он красив и на мужской коже. У нас был один клиент, который наносил на себя ламут. Было невероятно. Она очень обязывающая, он нарядный, он праздничный. И была дама, то есть этот аромат, который заставит вам обернуться вам вслед. То есть он притягивает, он держит на себе внимание. Это получается унисекс, да? Они все унисексы. Все у Лоренца ароматы унисекс. Единственное, что под вопросом, ну как под вопросом. Ну, именно для нашего региона, это Тенденеш, цвет снега. Но он классический пудровый, такой аромат парфюмированной пудры и цветов. То есть, возможно, мужчине можно его только предлагать, потому что там не написано, что он женский. Но у нас, например, в практике никто еще не купил. Берут его только женщины. Это считается парфюмерный шедевр у Лоренца. Его покупают дамы. Как раз осень-зима, особенно зима, это вообще беспроигрышный вариант для подарка. Но мужчину мы не видели еще. Все остальное берется, как мужчина покупается с удовольствием, как мужчинами, так и женщинами. Вот. В этом аромате, этот аромат Ламут, он заставляет абсолютно по-другому себя почувствовать. Вот был такой бренд у нас, Деймин Баш. Там коллекция была Люциферов. Пятый, как бы, Люцифер, Грех назывался. Вот в нем были такие ноты, что человек, когда его на себя надевал, с человеком происходила метаморфоза. Вот. То есть человек преображался, у него появлялась уверенность в себе, у него даже умеялся тембр голоса. Ну, в бренде Деймин Баш пятый грех. А Ламут, вот, он тоже, вы когда его на себя наденете, он действительно настолько красив, настолько наряден, вот он меняет полностью мировоззрение и добавляет настроение, добавляет уверенности в себе. Ну, Лоренция, это, конечно, без комментариев. Ну, там, да, там, красота еще. А в духах, вот духи в масле, это вообще совершенство. Запускай, Алёна, давай. Все, запускаем, не рассказываем. Все. Это мы были у них в новом магазине, это Леонид Баш? Это супруга Лоренция Виларези, Вилогика, она русскоязычная, она белая эмигранта. И это, получается, команда в программе? Сергей Борисов, эти блогеры, когда читают на программе, это Сергей Борисов. Это вообще вся команда в программе. И магазин, смотрите, какой же район. Это бутылка, которую мы не ведут, просто для... Это просто по возможности, да? То есть это очень легко. Но, с другой стороны, потом, когда бутылка закончена, можно... Вот она. Есть. А, вот она. А, вот она. А, вот она, я бы сказал. Сегрянная уронка у нас есть. Ага, вот так. Ну, на тонке-тонко-тонко-тонко бывает. И сам, если ее нужно, значит, надо ее поставить... На раму, наверное, в пол. Да, на раму. Это, потому что они бутылки делали. Я не знаю, что мы набирали, как это делается. Потому что есть деревянная форма, и на это они работают как будто с равенодромным. Да. То есть надо замочить кожу, потом так с тем. И здесь не видно, но они тщательно работают. Они могут как-то клеить. Но это делается просто отработать год. И потом они режут. Потому что надо их оказать, где они как-то взяли. Потому что если ее не поставить ровно там, это когда-нибудь совсем не точно. И... Так что если поставить... Они идут... Это так называемая кристалл-коллекция. Это духи. Они идут к кристалле... Флакон. Серебристый флакон. Серебристый флакон. Серебристый флакон. И там кожа очень красивая, ну да, полный телесно тоже есть. Поленочка, я извиняюсь, только подходи сюда, вот к нам. Он может поговорить с кем? С моей женой. Просто это, ну, информация тяжело, если вы только не попоете сюда, вы не увидите. Какова ценовая политика? Обычная вода 100 мл в стопе это 3,5 мл. Сухие стоят минератажи, но там меньше. 3000 чехов. Борисов осмотрелся, но он будет творить в лошадь, в лошадь, в лошадь, а не в лошадь. Это все три версии. Ну это все, короче, может. Зимний сад. Это мало. Сад, да, зимний сад. Есть у меня видео. Чуть дальше привыкать. То есть вот они, получается, в своем дворе растят. Но, по-моему, это все красивые, а потому что они применяются в швейне. Это дискус, демитор. Что там? Почунгли, например. Я никогда не видела сейчас. Вот это почунгли. Никогда не видела. А при этом они какие-то ароматы с пьем. Там несколько сортов розы, несколько разновидностей разных аппетитовых деревьев. Лаванда. Несколько каких-то лаванды. Это один из самых маленьких. Да, да, да. Это вообще лаванды. Да. У меня есть лаванды. Здесь есть лаванды. Это лаванды. И, конечно, это лаванды. У меня есть лаванды. Вот это ветивер, например. Они используют корень ветивера. Оооо, это невероятно. Это невероятно. Еще в каждом месте можно попробовать понюхать. Они используют плоды, которые вырастают на деревьях. Например, лимоны или апельсины. То есть они молодцы. Они используют молотное дерево. Они используют плоды. Фундаментальные, да. При этом у них, например, жасмин растет. Но мы знаем, что не всегда можно из каких-то цветов что-то получить. Эссенцию, которую используют в парфюмере. Но парфюмеры уже должны знать, как это пахнет. Вот мы их посадили. То есть они... Ага. И здесь. Ой. Коломут. Так, Коломут. Чтобы вы не заснули. Уже 2 секунды сейчас. Отлично, да? Это было же темно. Еще вы отличаете. Так, вот сам Лоренцо. Не, нормально, все видно. Нет, перед камнем. Еще выключите. Вот так можно перед этим камнем. Хорошо. Вот так. Отлично. Смотрите. Вот Лоренцо, почему мы слышали шум за стеной. Они находятся на первой линии домов. Вот эта вот набережная, центральная набережная Флоренции. Вот и дом. Вот они. То есть там огромный особняк, сад, это все их. И оно все в самом центре Флоренции. И оно исторически принадлежит Лоренции. И они используют совершенно не типично, в общем-то. Все это пространство, да. И вот именно там откроется парфюмерная школа. Они обещали это взять к этому сентябрю. Но, возможно, мы будем в марте ехать еще раз в Италию. И заедем уже к этому времени. Они ее откроют. Фотографии магазина. Несколько мы подготовили вам. Вы его увидели вживую. И сам Лоренцо собственной персоной. Моя довольная мордаха. Потому что с ним по такому же Андрей говорит, не надо так сильно улыбаться. Я не могу. Это же Лоренцо Виларезе. То есть он приходит, он рассказывает. Он... Большой молодец. Аламут. Все, поехали. Что характерно еще для ароматов Лоренцо, что у них нет... Хотя, в принципе, написаны ноты. Ну, как бы верхняя нота, нота сердца, база. Но дело в том, что это коллажи и они разными гранями. Но это как у лютана. Но если провести параллель, у него тоже нет альфакторной пирамиды. Такой послойной. У него идет сразу как бы аромат. Сразу падает как бы на кожу. И что характерно для ниши, опять-таки, что это в отличие от люкса тысячи молекульные ароматы. У люкси одномолекульный аромат. То есть, вот разница. То есть, когда аромат нишевый попадает на кожу, он рассеивается и он начинает разными гранями играть. В люксе такого вы никогда не встретите. Вот. Поэтому, что касаемо Лоренцо, у него коллажи, то есть, у него очень много резиноидов. То есть, это смолы бальзамы, которые вплетаются в цветочные или древесные компоненты. И подчеркивает их красоту и дает глубину и более долгоиграющий и необычный глубокий шлейф. Ну, если по нотам, вот мы посмотрим аламут. Это роза жасмина с мантус. В ноте сердца идут все цветы Нобеля. Практически. Это тубероза, афродизиак мощнейший. Это нарцисс. Это цветы апельсинового дерева. Это то, что самое-самое дорогое, лучшего качества. Их называют цветы Нобеля. Ну, вот еще к ним относятся жасмин. В верхней ноте мы видим. Нарцисс тубероза и ланг и ланг. Цветение апельсина и амбровые ноты. И базовые ноты. Это бензойные смолы, ноты пудры, сандал. Америсовое дерево также считается сильнейшим афродизиаком. И который держит, формирует красивый шлейф амбра и мускус. То есть аламут один из самых ярких сейчас во время. Но он, в принципе, и летом хорош. Летом можете его духи в масле предлагать. Но это один из самых-самых таких самодостаточных и необычных звучаний. Следующий аромат это камасураби. Это новинка 2015 года. И посвящен он Индии, путешествию в Индию. Камасураби переводится с санскрита как духи радости и удовольствия. И когда Лоренцо был в путешествии в Индии, он был потрясен опять-таки этой атмосферой. Красотой экзотических цветов, различных компонентов, ингредиентов. Опять-таки с Индией у нас связано обычно дерево сандал. Многие, кто знает сандаловое масло или духи с сандалом ярко выраженным. Почему-то они всегда в сторону Индии, у них ассоциации. Поэтому в 2015 году путешествие вдохновило Лоренцо на создание духовка Масураби. Очень интересные компоненты. В верхних нотах апельсиновый цвет, что символизирует чистоту, невинность. Экзотические цветы, роза жасмин. В ноте сердца идет сандал нарцисса. Это два компонента, потом мы будем говорить еще об одном аромате. Но сандал нарцисс это два компонента, которые символизируют созерцание мира, то есть безмолвное созерцание. Это возможно медитативный такой дуэт, то есть дуэт для медитации. Есть еще третий компонент это роза, болгарская роза. Вот если мы сочетаем нарцисс сандал и болгарскую розу, это считается коктейль для медитации. Три таких компонента, которые успокаивают разум, позволяют человеку расслабиться, отпустить все мысли и просто созерцать мир спокойно. И в базовой ноте это опять-таки сандал, кожа, амбра, мускус и пачули. Многие называют комасараби облегченной версией аламута, но это не так. Хотя где-то у них созвучны, они созвучны. И когда предлагаем макамасараби, это лето и это теплая осень. К сожалению зимой, опять-таки все будет зависеть от кожи данного человека, но зимой этот аромат затухает. То есть он именно создан для того, чтобы разогреться на солнце. Или у кого горячая кожа, вот изначально у человека, есть горячая, холодная кожа, если кожа горячая, он разогреется, будет создавать очень красивый. То есть аламут в этом плане более универсален. Держите. Я, Мария, создаю Вера. Вера. Аламут совершенно по-разному создают на коже в разное время и в разной концентрации. Но макамасараби, да, он по эмоциональному состоянию очень успокаивает. Вы знаете, очень тяжело всегда в кактинге «Учи языки» выговаривать названия, потому что они выдумывают такие названия, что их можно сломать. Ничего страшного. Пошли дальше? Угу. О! Это стенд Камасараби в бутике Лорез. Тенденеш. Тенденеш – это аромат также из фантазийной коллекции. Он считается парфюмерным шедевром и переносит нас в эпоху конца 19 – начала 20 века в Европу и символизирует такую сладкую добротную жизнь Европы конца 19 – начала 20 века. Ассоциация какая? Зима. Барышни в определенных одеяниях, вот когда наносили меха, меховые муфты. Очень красивые девушки. Падает снег, эти девушки где-то гуляют, веселятся и останавливаются возле пекарни. В пекарне пахнет сдобой, ванилью, какими-то пудровыми аккордами, какими-то пудровыми нотками. И вот этот снег, который падает, вот это веселье и вот эти меха, какой-то румянец на щеках у девушек, падает снег, это корица, это ваниль. И вот ощущение, что снег имеет именно такой запах. И поэтому Лоренцо вдохновился и создал аромат цвет снега, подчеркнув именно такую красивую цветочно-пудровую композицию. В всех трех нотах, если вы видите, в всех трех нотах раскрываются пудровые цветочные и пудровые ноты. То есть аромат классический цветочный пудровый. Кто хочет именно парфюмированной пудры, вот он у наших клиентов, делает безошибочный выбор. Аромат есть также в духах, он сейчас появился в парфюмированной воде, он есть в туалетной и у него очень большая манная линия. То есть у него есть и гель-душ, и лосьон для тела, и масло для душа, после душа крем для тела, мыло, что там еще есть. А, сейчас появилась парфюмированная, там, перламутровая пудра, да, с ароматом тенденеш. То есть если вдруг человек заинтересовался, можно даже начать ознакомиться с банной линией. К примеру, человек войдет во вкус и потом уже купит аромат. Кстати, тенденеш сейчас появился в объеме 15 мл. То есть для тех, кто начинает знакомиться или кто-то боится сразу много, вот 15 мл вполне достаточно. Тенденеш цвет снега. Очень красиво звучит он в мороз. Сейчас немного не его время. Летом редко кто его покупает, а именно когда уже мороз, снег и вот какая-то такая атмосфера, он звучит и великолепно. Он такой нарядный, праздничный, какой-то вот действительно ассоциация с каким-то праздником. Еще один пудровый аромат, только не с цветами, а с зелеными нотами. То есть это чай матэ, это ноты дыма, это такая картина, значит лук, костер, дым, какая-то похлебка варится, одинокий пастух на лугу, церемония чая матэ. И вот эти вот дымно-травные ноты, которые в том шлейфе еще дают пудровый аккорд, все в аромате ерба матэ. Аромат уникальный, он экзотический, ну лично как для меня. Ну такой совсем не стойкий, да? Не стойкий? Можно я расскажу? Да. Моя индивидуальная девочка, они очень индивидуальные, они на каждой коже живут по-разному. Вот этот аромат жил в ваниле на моей коже 3 дня и не смывался. Но мой любимый аромат у Лоренцо это пачули и мускус, поэтому... Ну значит носите на кожу и куда-то еще на волосы, на пульсирующую точку по волосам. Ну я слышала его на шубе, как ни странно, хотя ну такую нишу, такие натуральные компоненты вообще на одежду не наносят. Но я слышала его, одна у нас клиентка нанесла себе на мех. Это вообще конечно роскошь была. Настолько дорогой, но зимой, все равно в холодное время года, пришла в меховой какой-то шубке и на нем, она говорит, вот понюхайте. Я вообще была удивлена, вот именно ерба матэ. У нас есть молодой парень, вот он его флаконами просто покупает, но он говорит, ну лучше ничего не встречал. У нас все его тестируют, все по-разному. У кого-то он сначала один час так, а другой так, всегда по-разному. Да, да, и в раз... Он очень меняется, абсолютно, он кардинально меняется. Надо наносить... Ну вот я не знаю, я равнодушных не видела к этому аромату, то есть... Но вы еще мало попробуете. На самом деле, мировой бестселлер это... Дэн Донетч. В наших краях, в нашей стране. Ерба мат тоже один из самых из продаваемых ароматов. И мы когда заказываем... Делаем заказы... Лорензик, ну те, которые с вами работают, можно спросить. А почему у вас продается ерба мат? То есть... Их это удивляет. Но у нас действительно они продаются много. А у нас любят пудры у них каждый. Не, ну он необычный. Он, во-первых, как бы... Во-первых, сочетание зелени такой пудры с нотами дыма. И он действительно... На ком-то пудры вообще не проявляется. На ком-то, наоборот, зелень проявляется. Кто-то вот, у кого-то запудривается. У тебя ванилью он открылся. Передня. Вот, поэтому... Причем, ну, я даже... Я его не сильно слышала, из него нет. Но слышал мужа. Который мало слышит на мне аромата. Вот он услышал аламут. Вот слышал гербамат. Еще какой-то шон еще слышал. Лежил, да? И картузию вот он слышал. Обычно он на мне много всегда ароматов. Он никогда не обращает внимания. Вот эти перени его пьются. Он слышал, он и делал как дилман. Было приятно. Дилман. Еще один уникальный аромат дилман. Это вообще, как бы, аромат, который ассоциируется с раем древним Месопотамии. Это дивный сад, в котором растут экзотические растения. Какие-то сочные фрукты, цветы, травы. И вот вся эта атмосфера от какого-то именно необычного сказочного сада, а воплощена в аромате дилман. Дилман, его очень любят у нас и дамы, и мужчины. То есть он такой востребованный аромат. Потому что в нем есть и свежесть, в нем есть какая-то манкая грань, очень необычная. И он действительно мега индивидуальный. Пирамиду вы видите. Здесь все-таки больше идет на цитрусовые ноты. Вот, то есть цитрусовый аккорд, цветочный, элеми, смола элеми, ваниль, сандал, нероли, цветы апельсина. То есть больше все-таки идет на зеленые, на цитрусовые ноты с различными цветами. Но его обожают. У нас он был в банной линии, прекрасно продавался гели для душа. Это вообще был хит сезона. Вот, и маленькие, и большие. И аромат очень любят. Потому что тоже, опять-таки, аромат дилмун – это время теплой осени. В теплой осени весна, и он не морозной зимы также. Он прекрасно раскрывается на коже. Кто хочет чего-то необычного, мега итальянского, очень красивый. В банной линии вообще роскошно. Для меня аромат – сюрприз, потому что все равно, когда ароматы узнаешь, ты выбираешь, по сути, по названию. Мне название дилму ничего не сказала, соответственно, чисто внешний совершенно к себе не позвала. А потом я наткнулась за счет описания этого аромата. Попробовала его, я плачу его на праздном дыхании. Аромат, что-то. Сиденье тут снимать. Вот это было вообще сейчас. Угу. Они вдохновляют эти ароматы. Они вот дают… У нас даже люди, которые, ну, как бы, говорят, я, мол, может, на себя носить не буду, но мне нравится именно вдыхать. Потому что настолько мощная ароматерапия идет. И вот что характерно еще для ароматов Лоренса, вот они настолько максимально, ну, натуральные, я не скажу, что на 100%, что такое ощущение, что они вообще лишены спиртовой нагрузки. Многие клиенты даже их не наносят, ну, как бы, наносят и прижимают. То есть их надо в кожу немного вжать. Тогда аромат вот именно хорошо будет, то есть не вот так, как мы по старинке, а немного придавить. То есть вы нанесли и вдавили его, да, в кожу, да. Вот натуральные, такие мега-натуральные компоненты. Вот. Лучше немного придавить кожу. Представляете, что происходит с следующим ароматом? Следующий аромат – это оскароносный аромат. Благодаря именно Пипернигруму Лоренса стал именитым парфюмером. То есть три парфюмерных оскара. Вот. Здесь в чем уникальность? Вот те, кто гоняется за перечными нотами, здесь 70 сортов различного перца. Вот. Ну, помимо того, что вы видите на пирамиде, там душица, мускатный орех, бигардиевое масло, розмарин, стеракс, перуанский бальзам. А в шлейфе вообще потрясающе. У меня подруга, она просто фанатка черного перца. Она говорит, сколько она его покупает, и она постоянно его обновляет. И она уже всю семью, потому что, в принципе, аромат настолько хорош, насколько он красив. Вот в шлейфе. Вот. Вот. Вот.